Здравствуйте! С вами студия Швейный Советник Шьем Онлайн. В этом уроке мы покажем, как обработать карман в рельефе. Он может быть вертикальный, либо горизонтальный, как в нашем случае. Смотрим. Отметили вход в карман, середина полочки. Бегунок смотрит на середину полочки. И молнию подбирайте. На полтора сантиметра больше входа в карман. Вот верхний ограничитель мы поставили на эту отметку. И от бегунка где-то полтора сантиметра вторая отметка. Теперь необходимо сточать от начала до этой рассечки и от этой рассечки до конца. Ширина шва полтора сантиметра. Доходим до отметки входа в карман и ставим закрепку. Пропускаем вход в карман. И от отметки опять ставим закрепку. И стачиваем. Место входа в карман у нас осталось не зашито. Берем ручную иглу и это место сметываем. В конце ставим закрепку. И теперь этот шов необходимо разутюжить. Переносим отметки входа в карман на припуски. Середина переда. Сюда мы прикладываем бегунок. Раскрываем молнию. И от этой линии ставим верхний ограничитель. Берем припуск. Зубчики молнии лежат к середине шва. И приметываем. Останавливаемся у отметки. Ставим закрепку. До конца не дошиваем. Закрываем молнию. И вметываем молнию ко второму припуску. Вот как молния лежит. И начинаем вот на этом уровне, где мы ставили отметку. Бегунок можно вывести на лицо. Бегунок можно вывести на лицо. Сотку деталей. Растегиваем молнию. В конце примерно сантиметр не доходим. И бегунок выводим наизнанку. Теперь ставим специальную лапку и втачиваем молнию. Ставим вот такую лапку или подобную. В комплекте она не продается, поэтому ее можно накупить отдельно. Отворачиваем припуск. Вначале лапка сама не откроет молнию, поэтому делаем это сами. Мы не попадаем на зубчики. Ставим закрепку. И втачиваем. Здесь нам остается просто ровно вести лапку и придерживать молнию, чтобы она не сбила в эту сторону. Доходим до места, которое же стачено и ставим закрепку. И так же втачиваем вторую сторону. Отворачиваем припуск. И уже подкладываем в другую сторону. Теперь закрываем молнию вот так. Берем бегунок. Чуть-чуть закрыли. И с лица. Все. Теперь остается притачать мешковину кармана. Мешковину прикладываем к верхнему срезу. Отворачиваем. Прикалываем. И притачиваем как можно ближе к молнии. Лапку поменяли на обычную. Не забываем про закрепки. Подошли к бегунку. Лучше молнию расстегнуть, чтобы мы смогли проехать дальше. Притачали мешковину сверху. Теперь так же прикладываем к нижнему срезу. И так же притачиваем. Если вам мешает бегунок, то можно притачивать поэтапно. Дошли до бегунка, вынули из-под машинки, раскрыли молнию и дальше втачиваем. Остается сточать боковые стороны мешковины. Проверяем. Это низ изделия. И карман у нас лежит вниз. И мы будем стачивать. Вот так. И остановимся у вот этой строчки. Так же и со второй стороны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на нас в соцсетях. И помните, всегда можно сделать проще. С вами был Швейный Советник.